Да не, вы что, я похож на такого человека, который кидает людей что ли? Нет, я не из этих, нет, 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 нет. Завтра я обязательно вам переведу несчастные 69 рублей. Здравствуйте, дамы и господа. Ролик, посвященный о том, как мужское слово в нынешнее время, оно в принципе ничего ровным счетом не значит абсолютно. В общем, получаю я заказ, Новикова, 15, первый подъезд. Подъезжаю, смотрю, короче, там вдалеке, возле подъезда, стоят сосудцы, то есть лобзаются, молодой человек и девушка. Так это романтично, в 12-м часу или в первом часу ночи. Ля бота, ля фарм. А я-то выехал заработать денег. Едем мы, короче, по Горького, а заказ был на Горького 96. В общем, короче, получается, где две пятерочки, он такой «Эй, у меня там что, наличка что ли стоит?» А я такой думаю, ну, пиздец. Я ему, ну, объясняю, что у вас там 25 или 20 рублей со счета, остальное все наличным. То есть поездка была 270 рублей, 25 до со счета, остальное все как бы, ну, наличными 245 рублей. И тут начинается просто шоу. Я готов. Блин, у меня на карте 80 всего рублей. Ну, вот как вы заказываете машину? У меня 500 рублей на аккаунте. Почему не списывается все? Ну, так, наверное, потому что эти 500 рублей, они халявные, поэтому, поэтому все, ну, и не списывается. Специально так сделано, чтобы люди на халяву-то не ездили. Да, бывают всякие разные бонусы, когда и потом бесплатно ездишь. У меня в Питере такое было. Сильное заявление. В Питере вы по Максиму ездили? По Яндексу. Ну, а это что? Ну, это Максим. Ну. Ммм, блин, что делается? Муравью приделать! Когда заказывали машину, там, ну, не пишется, да? Нет. Вообще ничего не пишется. Нет, у меня было написано то, что стояла, короче, оплата не наличными, не картой, а именно со счета. Я и подумал то, что полностью будет списываться. Ты втираешь мне какую-то дичь! Да, получается, какая разница будет, если я еще 80 скину на карту? Она еще будет не вплотать. 30 рублей, да? Да, 35 рублей будет не вплотать. А, у меня, блин, нет на карте. У меня все другие на карте. А, блин, у меня больше вообще нет. Печально. По факту, получается, заказываете машину, у вас нет денег. По сути, вас довез за сколько там? 130 рублей? Это вообще, да, конечно, блин. У меня, вот честно, ни разу такого не было. Я бы и такси не вызывал, если бы знал, что она не спишется. Так вы попробуйте, может, в приложении там потыкайте? Может, бонусами что-то там спишется? Да, честно говоря, я даже не знаю, что здесь тыкать, потому что в Яндексе можно поменять способ оплаты, а здесь нет. Да что вы говорите? А если я не поменяю способ оплаты? Ну, посмотрите. Я просто не разбираюсь в нем. Изменить. Вот видите счет, 500 рублей. Да, счет. Но он вам не дает, правильно. Потому что они халявные. Премиальный минус 25 рублей. А все равно все наличными. 10% за заказ. Я вот видел то, как видели, когда у вас первое окно было, где было 500 рублей. Вот у вас здесь. А это окно выдается, когда вы приехали. Все у вас показано, что за наличными вы будете ехать. А сплачиваться как, блин? Ну, я не знаю. Блин, глупо, наверное, наушники предлагать. Вот вы можете сфоткать номер телефона. И завтра вам переведу. Ну, то, что там есть, у вас сейчас на карте переводится. И до остаток завтра переведете. А по этому номеру я до вас, если что, дозвонюсь, переведу. А потом можно будет ваш номер еще? Блин, честно, вот я себя ощущаю, как будто я какой-то, ну... Как будто, знаете, как будто всегда таким занимаюсь. Ваше глаза. По номеру телефона? Угу. Так, надо посчитать. И вам, получается, наличкой 40... Ой, 130 отдал, да? Да, и плюс. И плюс полтинью. 180. Итого вы еще должны... Сколько хотел? 20-65 рублей. 20-65 рублей. А продиктуйте мне сейчас свой номер. Я сильно извиняюсь. Ну, я надеюсь, что вы там остаток переведете. Да, я реально не хотел. Я бы лучше не ехал бы на такси, серьезно. Ну, понятно, да. Все, спасибо большое. Ну, что, с девочкой погулял. Нормально все. Вот так. На последние деньги все на телочку отправил. Бля, пиздец, вышел, короче. Вечером поработать. И мне, знаете, что самое интересное такое, он самоуверенно, самоотверженно говорит, я завтра переведу, там, да-да-да. Вот у него вот, ну, реально, вот, короче, нету никаких денег. А ты просто вот такой, ну, обычный человек, да, вот, ну, чисто по-человечески. Вы же все же говорите про человечность. Ну, надо же к людям быть намножечко добрее, да, доброжелательность. Ты же все-таки человек, да, относись к людям нормально. Вот ты человеку веришь, да, то, что да, он завтра переведет, он берет номер телефона твой, он фотографирует номер для перевода. Все у него есть. То есть это было позавчера, сегодня уже два дня, и никто ничего ровным счетом не перевел. Ну, поэтому делаем огромную, большую, на весь экран, запоминаем данного героя. В общем, короче, он перевел деньги, поездка была в понедельник, сегодня четверг, почти 4 часа, и только сейчас он перевел. Поэтому, в принципе, лицо его замазало. Ну, а так сама ситуация до боли, до боли странная. Контент он такой, как поделаешь. Я вот такой плохой, несчастный, да, взял его, короче, оставил без единой копейки. То есть он домой пошел, у него ни денег, ничего нету, зато он пососался, пооблизался с телочкой, и утром он проснется, он даже себе, сука, дошек не купит, блядь. Я думаю, что он, наверное, даже и по сей день не купил дошек себе. Ну, такой вот он галантный, молодой человек в нынешнее время. В общем, как-то так, комментарии, кто что думает по этому поводу. Давай, подписка, и не забываем, всем удачи, и не будьте такими плохими людьми, как вот этот данный персонаж. Алло, где вы находитесь? Киновенд, киновенд. Ну че, бля, где находитесь? Киновенд. Ну, я, я бы ухожу, че-то здесь по-русски сказал. Кому ты по-русски че сказал? Кому ты по-русски че сказал, слышишь? На киновенде стою. Да, я понимаю, что ты на киновенде, а вообще, блядь, автоматом пришел, блядь. Ты к здоровому, ты бы охуел. Похуешь даже вообще, блядь, автоматом, блядь, такая детская роскошь. Это все стоишь, товарищи? Да, это я стою. Погнали, блядь, жаль. Привет, Кирюха зовут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!